Всем привет, друзья! С вами Андрей Хорьев и мы продолжаем с вами карьеру за футбольный клуб Краснодар. Сегодня у нас два матча. Матч со Спартаком и с Санкт-Петербургским Зенитом в Кубке России. Играем дома, поэтому не должны подвести ни себя, ни своих болельщиков. Мы рассчитываем выиграть в чемпионате всё, в России точнее всё, и чемпионата кубок в Лиге Европы. Пока что вот у нас дела обстоят неплохо. Мы вышли в четвертьфинал, но нам попался Майчестер Юнайтед. Это будет очень тяжело. Смотрим мы в чемпионате Дзюба. Неплохо так вырывается, но Виттини далеко так отошёл. Один мяч разница. Но Дзюба действительно это топ-форвард, потому что он из Лиги Европы вошёл в тройку. Он там на первом месте входит. Ну теперь не знаю, там Веллбек забил. Так что вот. И мы проходим дальше вместе с Зенитом в Лигу Европы. Но скорее всего это будет для нас последняя стадия из-за игры всё-таки с Манчестером. Но я бы понимаю, что ещё бы Ромеро бы стоял на воротах, а так Дхея будет стоять. Это невероятно будет делать. Поехали. Чемпионат России по футболу. Матч Спартак-Краснодар. Мы помним этот матч. Спартак забил на Краснодар арене первые. Ну и потом мы пропустили эти два мяча. И вот так вот побеждали они благодаря Клайсону, который сегодня на поле. Краснодар. Первая строчка. 21-й тур. Ни одного поражения. Спартак шестая. Вот и состав. Зелуиш, Квинси Промес, Грушаков. Писяков на воротах, поэтому будем много бить. И вот такой вот хороший сейчас будет момент. Жуазиньо. Смолов 1-0. Отлично. 29-й минуток. Фёдор Смолов забивает. 1-0. Выходит вперёд Краснодар в матче Спартак-Краснодар. Быстрая контратака была. Мяч потерян. И Писяков. Но здесь действительно я дал, может быть, какую-то фору. Спартака тоже была игра в Лиге Европы, поэтому... Смолов. Пушечка и 2-0. Спокойно Фёдор Смолов забивает дубль. В таком важном матче. Не слышит он болельщиков. Не верили, не верили в Краснодар после матча с ХСВ. Что мы сможем выйти в хорошей форме. И вот так вот аккуратно здесь Фёдор Смолов прошёл. И вот так вот пушкой левой. Ну и забивает. Красивый гол Вилен Попов. Останавливает так мяч. И перекидывает Синицына. Но не отстоял он, да, на ноль. Победа 2-1. Снова мы выиграем минимально у Спартака. Дубль Смолова нам приносит победу. Отлично. И лучший игрок, естественно, Фёдор. 8-2. Ну и теперь... Не знаю, что там будет со Спартаком. Вот. Ари лучший бомбардир пока что из Локомотива. Три мяча забил. Пока что остальные забивали только по одному. Так что сегодня мы посмотрим, что у нас получится. Все должны отдохнуть. Я и Критюку дал время отдохнуть. Вот. Дискальфикация окончена. И проходят они сейчас. Сейчас пройдут ещё одну тренировку. Последнюю перед этим матчем. Витинь, он должен прокачаться, если всё хорошо сделает. Да, 76-й рейтинг. Все он выполнил. Выносливость также повысилась у Барко. 76-й Витиньо. Неплохо. У меня Вандерсон тоже 76-й. Поехали. Итак, пришло на там сообщение. Дискальфикация окончена. Всё. И выпускаю я, ну, первый сейчас состав. Вот он. Сейчас мы с ним подшаманим, чтобы он действительно был первым. Велбек. Тут Мамаев. Кабуре и Ринато Санчеш. Петров. Гран Квиснау, Душишкин. И Критюк. Амплуа Критюк-Капитан. Всё. Вот таким мы составом будем играть. На замене, на замене у меня будут Витиньо и Триуси. В нападении, если что. Поехали. Четвертьфинал Кубка России. Сейчас мы, кстати, посмотрим. Извините, что так вышел, но должны мы посмотреть, с кем там, кто ещё будет играть. Локомотив ЦСКА. То есть сразу ещё минус один лидер такой. Ростов-Крылья здесь без разницы. С кем не играть. Спартактерик, ну тоже. Поэтому вот я бы поболел бы за локомотив. Потому что с ними бы я лучше бы сыграл, наверное. Напоминаю, как мы сыграли с Зенитом. Там я не помню, вроде 0-0. Это бы ещё найти. Вот мы в сентябре играли. 2-2. В гостях. Тоже ничья получается. Но теперь мы дома играем. Мы должны показать Зениту. Друзья, ни для кого не секрет, что мы с Максимом болеем за Зенит. Всей душой, всем душой и сердцем. Поэтому... Но я не буду жалеть, как я уже говорил. Мы в Петербурге их не пожалели. 2-2 мы их всё-таки... Ну, сыграли с ними. Поэтому... Поехали. Кубок России. Четверть в финал. Краснодар. Зенит. Важный матч для обеих команд. Станислав Черчесов, я думаю, не приедет на эту игру в Краснодаре. Потому что есть интереснее игра. Дерби. Тоже в Кубке России в четвертьфинале. Это Локомотив ЦСКА. Так что там поинтереснее. Если люди... Налду пока что, если получают жёлтую, дисквалифицируются на полуфинал. Если, конечно, ещё пройдёт Краснодар. Краснодар. Вот такая схема. Практически как на Лигу Европы мы вышли. И... Сейчас мы посмотрим на состав Зенита. Ломберц и Криштов и Хави Гарсия под жёлтой карточкой. Ладыгин на воротах. Дани. Дзюба. Моло и Кокорин. Так, это понятно, но мы... Так, несчастно. Вот сейчас зайдём и поменяем нашу тактику на... Наш Краснодар. Всё. 1-0, друзья. Мы проигрываем. Мигель Дани забивает на 31-й минуте. И Мамаев делает чё-то уже 1-1. 41-я минута на перерыв мы уходим. Надеюсь, при равном счёте. И вот так вот безобсайдно. И прям, ну, он возле Ладыгина как-то или ветер подул или что, но он быстренько нырнул в ворота. Отлично. 1-1. Снова равная игра идёт между Зенитом и Краснодаром. И Павел Мамаев делает эту игру за 3 минуты. 2-2 мяча, 2-2 мяча, Зениту. Хорошо здесь и Смолов не пожадничал. Вот здесь вот и смотрим на этот момент. На Петровском мы забили 2 мяча. Был счёт 2-2. Ну и ещё и у нас... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Пенальти, друзья, пенальти! Отличный момент. Заработали мы ещё и в первом тайме перед перерывом. Итак, забьёт, естественно, Павел Мамаев, потому что хэт-трик нам нужен. Так, не знаю даже, куда пробить. Пробиваем всё. 3-2. Павел Мамаев должен получить информ-карточку, потому что за 4 минуты он забил хэт-трик, друзья. И Смолов! Пушка страшная! Забивает он 4-2! Великолепно! Хэт-тр Смолов! Скорее всего мы уже в полуфинале, но посмотрите, он так вот прокинул, и тут крышет, и не смог его даже остановить. Но пушечка такого-то угла... Будет у нас угловой, это ещё и шанс забить, потому что у нас есть здесь Уэллбэк. Ещё одна попытка забить, так? Уэллбэк! Я же сказал, мы забьём, постараемся с этого уголова снова забить. 5-2! Просто громим! Посмотрите, как болельщики ликуют на заднем плане. Великолепный гол! Но все рады, что ещё и от Ладыги не прилетает мяч. Уэллбэк забивает 5-2! 5-2! Разгром Зениту мы даём. Ни одного мяча они не забили во втором тайме. Мы, однако, забили ещё два. Вот так вот, 5-2. Лучший игрок Павел Мамаев забил хэт-трик ворота Зенита за 4 минуты, друзья. ЦСКА выходит дальше. Обидно. Я хотел, чтобы Локомотив прошёл. Но всё. Ростов-Крылья и Спартак-Терик, наверное, чуть попозже будут матчи сыграны. Может быть, даже на следующий день. Итак, мы симулируем там матчи. Как раз с Зенитом, друзья, снова мы будем играть. Вот так вот совпало. Так что... С ЦСКА мы играем. Понятно всё. С ЦСКА мы... Что-то там я не помню, сколько мы выиграли. Но тогда мы на мировом всё-таки классе играли. Травма на тренировке. Жуазиню на 2 недели вылетает. Эквадор, где Кристиан Нубо там... Но я отклоняюсь всё равно. Но Жуазиню мы потеряли на 2 недели. Так что Барко его заменит. А под Берёзкин в другом составе во втором. Итак, смотрим, что здесь. По-моему, их демонстрирует класс действительно. Лучший игрок в месяце это Жонатас из Грубина. И что здесь мы можем посмотреть? Давайте посмотрим, кто там прошёл. Спартак или Терик. Ростов или Крылья. Ростов обыграл Крылья. Спартак обыграл Терик. Поэтому будет матч Ростов-Спартак. Интересно. Если мы выходим из этого матча, то нам здесь любой соперник подойдёт. Мы и Спартак два раза обыграли 2-1. И также обыграли два раза уже Ростов. Так что нам здесь без разницы. А вот ЦСКА это тёмная лошадка. Потому что мы с ними сыграли только один раз. И вот такой у нас, смотрите, какой насыщенный календарь будет на следующей серии. Это Зенит Локомотив. Потом будет Манчестер-Унайтед-Анджи. Потом будет снова Манчестер-Унайтед-Рубин и ЦСКА-Томь. Вот эти два матча. Урал-ЦСКА, Уфа-Оренбург. И не знаю ещё, если мы выходим в полуфинал. Это ещё плюс. Где-то здесь будут два матча. Где-то здесь, наверное. Вот так вот, наверное, будут. Или вот здесь. Вот так вот. Ну и финал Кубка России и финал Лиги Европы. Так что здесь мы ни на чего ещё не рассчитываем. Но всё равно в чемпионате у нас ещё 7 очков разницы до сих пор. Лучше бомбардир Витиньо. В Кубке России Ари так и держится. Но Мамаев тоже его догнал. Голевые передачи, да, не отдаёт. Велбек у нас целых 8 уже голевых отдал. Критсюк. Нужно ему ещё 3 матча насухо. И обгонит Рыжикова. Точнее, сравняется. Но здесь по красным мы и по жёлтым не в топ-3 хотя бы. Кубок России Мамаев на второй строчке. Также там Велбек идёт на четвёртой. Здесь у нас Шишкин одну голевую отдал. По ветру хую у Критсюка одна. Так же, как и у Килерна. Так, по жёлтым Игнашевич. У нас нету в топ-3. И здесь Родич. Так, этот мы пропускаем. Лига чемпионов Роналду. Вот, Лига Европы. Уэлбек. 8 мячей всё-таки Дзюба. На второй строчке. Здесь у нас Кабуре 5 голевых. Фарман. Дэхэя, естественно, будет против нас играть. И Критсюк. На восьмой строчке. Там 4 матча он отыграл в сухую. Здесь Хави Гарсиа есть. И есть Степаненко. Всё, друзья. На этом мы и заканчиваем наш сегодняшний... Наш сегодняшнюю серию. С вами был Андрей Хорев. Увидимся с вами в следующих сериях. До ночи, друзья. До свидания.